Буча. Город в Киевской области, ставший символом бесчеловечной жестокости российской армии. В начале полномасштабной войны город оказался в оккупации. И после освобождения всплыли шокирующие факты о зверствах россиян, совершенных против мирных жителей. Как живет Буча сегодня, смотрите далее в сюжете. На ухоженном заднем дворе возле своего современного загородного дома, расположенного в Буче, в престижном поселке недалеко от столицы Украины Киева, Максим тихо ужинает с женой и соседями. Но всего три месяца назад российские солдаты с оружием ворвались в его дом, перевернули все вверх дном и разграбили жилище. Спали и ели в детской спальне семьи. Это подарок от российской армии. Они жили в нашем доме где-то день, ночь или пару дней, я не знаю. Они съели все, что у нас было в холодильнике. И оставили здесь этот пакет с едой. Вместе с женой Анной и двумя детьми они живут в недавно построенном двухэтажном доме на окраине Бучи. Семья успела эвакуироваться, прежде чем российские солдаты вошли в их дом. Однако вернулись домой, как только украинская армия оттеснила оккупантов. Сейчас в этой атмосфере я чувствую, что ничего не может произойти. И что жизнь нормальна. Но мы понимаем, что сейчас идет война. И в Украине нет безопасного места. Их соседка, 36-летняя кондитер Анастасия Глиева, с началом войны бежала в Румынию. Чтобы отвлечься от шокирующих новостей, она работала волонтером на автовокзале в Бухаресте, который стал перевалочным пунктом приема украинских беженцев. Школьную учительницу моей дочери Лизы и всю ее семью убили русские солдаты. Всю семью. Они остались в Буче. Я до сих пор не могу сказать про этой дочери. Я не знаю, как. Ее дом почти не пострадал. Теперь сюда переехал и брат ее мужа. 20-летний повар Дмитрий Глиев почти месяц прожил под российской оккупацией в своем маленьком селе неподалеку Чернобыля, которая с тех пор уже вернулась под контроль Украины. В конце февраля у нас была полная оккупация. У нас в селе было более тысячи российских солдат. Нам сказали, что это ненадолго. Но мы пробыли в оккупации 40 дней. Вначале я очень боялся. Я положил свой матрас в ванную и провел там три дня. Потом мы переехали к своим родственникам. Сестра была рядом, и мне стало спокойней. Теперь он отвечает за приготовление барбекю на ужине, который устраивает Максим и его семья. Я не буду жить в Малороссии, стране без свободы, где правит диктатор. Я никогда не буду жить в такой стране. Субтитры сделал DimaTorzok